В сентябре 2015 года произошло совершенно невероятное событие. Впервые человечеству удалось договориться, всем странам удалось договориться об общем проекте в масштабах всего человечества. Удалось договориться после целого многих лет переговоров, удалось согласовать 17 целей устойчивого развития. Определяются цели, но не пути достижения этих целей и как их достичь. И поэтому остается открытым целый ряд вопросов. В общем и целом, если говорить об этом фантастическом результате, люди занимают три позиции. Одни говорят, достичь этих целей невозможно, не получится, тут слишком много противоречий. Так что надо отложить эти цели на более поздний период. Другие говорят, сколько уже было таких программ и сколько их еще будет. Поживем – увидим. Дождемся следующего саммита, следующего соглашения. Но есть и третьи. Те, кто считает, что эти 17 целей легитимны, что они были утверждены, согласованы вполне легитимным путем. И эти третьи говорят, да, будет трудно, даже очень трудно. Нельзя сказать, что мы на 100% уверены в успехе. Может быть, это утопия, но такая утопия, которая способна преобразовать мир. Это та отправная точка для перемен, которые были согласованы всем человечеством. И надо сделать все, чтобы добиться успеха. Вы, наверное, уже поняли, что я придерживаюсь этой третьей позиции. Поэтому, исходя из вышесказанного, говоря о ЦУР, то есть о повестке дня в области устойчивого развития на период до 30-го года, действительно, это утопия, которая способна преобразовать мир. Утопия в том смысле, что это проект на будущее. Проект, который был согласован в масштабах всего человечества. И тут есть целый ряд идейных посылов. Первый идейный посыл, которым я хотел с вами поделиться, это глубокое преобразование ценностей. Как эти ценности понимают в рамках таких преобразований? Есть четыре таких ценностных принципа, которые существуют и эксплицитно, и имплицитно, и которые надо учитывать. Первый такой принцип заключается в том, что такая утопия способна преобразить мир. Изъездится она на соблюдении прав человека, которые с момента принятия декларации прав человека в 1948 году постепенно становятся полноценной правовой категорией в жизни гражданского общества, в жизни каждого из нас. Второй принцип в том, что не надо скрывать своих убеждений, наоборот, надо свои убеждения поднимать на щит. Поднимать на щит те ценности, которые связаны с удовлетворением потребностей человека, взятого в индивидуальном плане, человека в масштабах той или иной социальной группы, в масштабах страны, в масштабах планеты, а главное – масштабы грядущих поколений. И вот это удовлетворение ценностей здесь выдвигается на первый план. Третий принцип заключается в том, чтобы уделять предпочтительное внимание наиболее уязвимым слоям населения. Речь идет не только о благотворительности, речь идет о другом. Пора признать, что если кто-то остается на обочине, то это наносит ущерб всему обществу, всему человечеству. И, наконец, четвертый принцип – выдвигать на первый план такое понятие, как общее благо, которым надо распоряжаться во имя мирового развития. Таким образом, первый идейный посыл из тех, которые я хочу вам представить, заключается в том, что надо исходить из достижения ряда ценностей, соблюдение прав, удовлетворение потребностей будущих поколений, утверждение важности защиты наиболее уязвимых групп населения и общей системы управления. Второй идейный посыл заключается в том, что эти цели устойчивого развития определяют задачу, намечают курс, но не всегда позволяют понять, как этой цели добиться. Ну, а когда говорят о преобразованиях, необходимо действовать, действовать в сложных условиях, в условиях, когда имеются какие-то блокировки. Кроме того, это не всегда просто и в техническом плане, и это довольно дорогостоящие задачи, и эти задачи сложно решать в политическом плане, как говорит Серж Михайлов. Мы знаем далеко не все этапы, но если говорить о траектории, то здесь надо изобретать что-то новое, идти по новаторским путям. Третий идейный посыл заключается в том, что из 17 целей устойчивого развития, все эти цели связаны между собой, между ними есть взаимодействие. Речь идет не о сумме 17 целей. Между ними есть определенные противоречия, их немало. В каждом из этих целей, между этими целями, достаточно привести пример, на который часто ссылается Гайль Жиро из французского агентства развития. Заключается в том, что невозможно продолжать дальше жить по тому же принципу развития, и при этом бороться с изменением климата. Вторая взаимосвязь между 17 целями устойчивого развития заключается в следующем. Они все связаны друг с другом. Между первой целью, которая направлена на искоренение бедности, второй целью, которая направлена на борьбу с недоеданием, неправильным питанием. То есть есть прямая связь, есть тесная увязка между борьбой с голодом и нищетой, и именно поэтому мы говорим, что одни цели связаны с другими, одни даже связаны с другими. Ну а коль скоро я заговорил о второй устойчивой цели, можно перейти и к третьей цели устойчивого развития. Вопрос о здравоохранении, вопрос о... Третий тип взаимодействия между различными целями устойчивого развития, это как раз та взаимосвязь, которая существует между различными действиями. Для того, чтобы преобразовать системы питания, я говорю не только о сельскохозяйственном производстве, надо заинтересоваться и СУР-2, это естественно, а также СУР-12, связь между производством и употреблением, СУР-13, климат, СУР-15, здоровые экосистемы, СУР-3, здравоохранение. И можно представить целый список целей устойчивого развития, которые все связаны с вопросами продовольствия и питания. Четвертый идеальный посыл непосредственно связан с третьим. Если есть какие-то взаимосвязи, есть какие-то противоречия, есть взаимозависимость, но есть и несостыковки, и эти несостыковки сами по себе не разрешатся. Для этого требуется соглашение, требуется принимать какие-то решения, нужны механизмы для того, чтобы сделать правильный выбор. А выбор этот не всегда простой. Приходится от чего-то отказаться. И последний идейный посыл, пятый по счету, связан с тем, как принять правильное решение с учетом того, что происходит в местных масштабах и в глобальном плане. Осуществление ЦУР будет опираться на инновационные возможности на местах. А то, что происходит в международных масштабах, будет объясняться не только изменением масштаба, и не только тем, что будет переноситься в глобальные масштабы все, что делается на местах. Тут также потребуется сделать какой-то вывод для того, чтобы усилить динамику, которая наблюдается в местных масштабах, найти новые рамки, новые стимулы в иных масштабах, в частности, в политическом плане. И здесь также необходим правильный выбор, потому что то, что делается в местных масштабах, не всегда можно сделать в глобальных масштабах. Возьмем, например, вторую цель. Как бороться с голодом? Вполне можно решить вопрос о голоде в местных масштабах, но при этом будут какие-то отрицательные последствия для климата в глобальных масштабах. Так что каждый раз нужно делать выбор между глобальными и местными масштабами, учитывая все противоречия. И решать эту задачу можно только в условиях партнерства, в условиях сотрудничества, в политических рамках. Это целая программа. И я лично уверен в том, что эта утопия способна преобразовать мир.